эти друзья приглашаю вас на урок вязания мои гости и подписчики моего канала несколько раз писали мне в комментариях что желали бы посмотреть как я вязала вот к этому платьицу топик я обещала это сделать но как-то у меня не получалось поэтому я сейчас это вам покажу сделаю такой мастер-класс по вязанию вот такого топика топик 1 застежки застежка крючочки были ну что ж начнем я связала точно по этому принципу еще два топика вот один вот такой вот черный тоже на застежки на крючочках и вот такой вот фиолетовый так эти юбики юбки и вы можете увидеть на моем канале я их тоже вязала кому интересно то пожалуйста посмотрите как я их вязала так ну что уж начнем вязать значит я буду вязать вот с такой желтой пряжи вот у меня немножко есть я надеюсь что у меня вполне это достаточно для вот этой вот юбочки но для этого надо нам снять вот этот топик и сниму я эту юбочку для того чтобы делать примерку потом это все мы оденем и все это мы нарядим юбочка этого такой на запах юбочка у меня с кружавчиками зубчиками так и это вот этот вот топик все это мы отложим в сторону и начинаем вязать крючок у меня 1 и 3 миллиметра нить у меня хб тоненькая относительно тоненькая дело все в том что по вязанию я не считаю количество петель потому что все это будет идти на примерке на барби сколько я набираю петель я не буду считать начинайте буду снизу вверх первый ряд на барной ряд просто воздушные петли теперь я померяю сколько мы недостаточно или недостаточно надо поплотнее чтобы на талии было относительно плотненько ну вот я думаю что вполне достаточно это наборной ряд возвращаемся назад теперь делаем столбик без накида в каждую петельку это у нас будет первый ряд я наборные ряды никогда не считаю не ввожу в количество рядов и вот так я дойду до конца ряда я дошла до конца ряда и теперь хочу померить хватит ли мне нормально так продолжаем вязание поворачиваю и теперь я буду вязать столбиком без накида повторю этот ряд еще три раза значит на одну одну сторону потом еще одну сторону еще сторону и у меня получится всего четыре ряда столбиками без накидах в каждый столбик предыдущего ряда столбик без накида и так еще три ряда ну вот я связала только из трех рядов первый и один ряд а теперь хочу так как у нас на талии здесь подымается вот такие уже будет чуть шире и поэтому я хочу добавить по одной петли вот нас примерно на бачке вот приблизительно на пятой петле я добавлю еще одну петлю что такое добавлю значит в эту же пятую петлю я еще раз сделаю столбик без накида и теперь дойду до конца не доходя 5 петли до конца я ее тоже удвою я дошла почти до конца ряда 1 2 3 4 5 вот это 5 в эту пятую петлю я сделаю 2 столбика без накида петля для подъема поворачиваем и без изменения проходим следующий ряд я сделала 4 ряд столбиков без накида теперь сделаем примерку надо чтобы туго облегала наше вязание талию барби так все нормально так теперь переходим на вязание столбиками с одним накидом делаю 3 воздушные петли подъема поворачиваю и теперь вот на каждом ряду на каждом ряду несмотря изнанка это или лицо будем добавлять один столбик по вот этой вот линии по линии бачка это приблизительно сейчас я вам скажу вот если взять вот эта середина 1 2 3 4 5 6 вот приблизительно каждую шестую петлю мы будем удваивать по линии бачка столбики с одним накидом в каждую петелечку это сделала я 3 4 5 и вот шестая 1 столбик и сюда же еще один столбик с накидом теперь вяжем почти до конца ряда и шестой столбик от конца будем удваивать я дошла почти до конца ряда 1 2 3 1 2 3 4 5 6 вот эту шестую мы удваиваем одна петля столбик и еще один столбик и теперь до конца идем без изменения 3 петли подъема поворачиваем и точно так провяжем еще один ряд но давайте еще сделаем примерку так здесь она получается относительно туго поэтому мы мы сделаем сюда мы добавим одну петельку вот здесь вот один столбик но и сделаем добавим еще по одному столбику самого начала так столбик с одним накидом первую петлю а во вторую петлю мы сделаем два столбика чтобы не было уж слишком туго в объеме это будет 2 это третий столбик четвертый пятый и шестой мы опять удваиваем в этом ряду этот ряд у нас увеличился на 4 петельки теперь я дойду почти до конца ряда и тоже повторю шестую петлю я удвою и удвою предпоследнюю петлю я закончила второй ряд столбиков с одним накидом и конечно делаем примерку как у нас смотрится те петли которые мы добавили считаю что добавили мы очень удачно следующий ряд здесь уже петли не будем добавлять будем только добавлять на бочках 3 петли подъема поворачиваем и увеличиваем если мы делали всегда увеличивали на бочках шестую петлю но так как мы здесь добавили одну лишнюю петлю получается теперь мы будем увеличивать пятую петлю но по примерке если вам можно если вы не захотите пятую петлю можно и шестую тоже увеличивать это все показывает примерка на барби раз два три 4 5 нет я таки шестую петлю увеличу шестая петля я закончила ряд это получается третий ряд так теперь делаем опять примерку так теперь нам надо найти середину и вот на вот этих петлях мы посчитаем будем увеличивать количество столбиков я не буду считать сколько петель отмечаю серии среднюю петлю и это у нас будет вот эта петля у нас будет средняя теперь вяжем столбики с одним накидом средняя петля и еще две петли вот да вот этой петли мы вяжем столбики без накида с накидом простите здесь мы прибавлять не будем я сделала три петли подъема и вяжем столбики с одним накидом количество столбиков я не считаю мне нужноed но вот но который вяжем так еще вяжем продолжаем вязание так это наша средняя петля 2 петли не доходя и вот в эту петлю буду делать 3 столбика в одну петлю с одним накидом 1 2 и 3 это как раз получается вот на вот это возвышение увеличение петель теперь два столбика с накидом 1 2 среднюю петлю вот она средняя петля и после средней петли еще два столбика и вот следующую петлю делаю опять три столбика в одну петлю 1 2 и сюда же 3 а теперь до конца ряда иду без изменения закончила ряд сделаем примерку здесь первый ряд идет наборной ряд точно по талии здесь вот у нас получается вот такое возвышение следующий ряд вот хочу сейчас показать на вот этой вот барби здесь вот слишком подходит высоко вот этот ряд поэтому следующий ряд я буду вот этот ряд уменьшать делать столбики без накида до вот этой вот талии до вот этой линии линии бачка как раз будет подмышками потом я буду проводить продолжать столбики с одним накидом и в продолжение опять будут меньше столбики без накида в общем сейчас я вам покажу как это я придумала задумала я делаю не три петли подъема всего лишь одну так но таки нам надо померить 1 2 3 4 5 6 7 8 значит 8 петель я буду делать столбики без накида сейчас сделаем этот ряд и посмотрим как у нас получилось значит 8 петель столбики без накида 1 2 3 4 5 6 7 и 8 теперь до вот этой вот тройной петли буду делать столбики с одним накидом но первый столбик после столбиков без накида я сделаю столбик с накидом полуторный столбик чуть-чуть подниму теперь все столбики будут идти с одним накидом до тройной петли вот получается вот эта тройная петля мой теперь первую петлю и вторую петлю я свяжу вместе я не довязываю следующую петлю я не довязываю и теперь все три петли одной петлей теперь буду идти до следующей тройной петли столбиками с накидом дошла я до вот этой тройной петли вот она красиво смотрится в этой стороне здесь я убирала первую и вторую а здесь я буду убирать вторую и третью значит первую я провязываю столбик с одним накидом а вот вторую и третью я провязываю вместе и идут до конца ряда нет не до конца ряда теперь я отмечу восьмую петлю 1 2 3 4 5 6 7 8 вот у меня восьмая петля значит я еще провяжу 1 2 3 столбика с одним накидом потом одна петля будет эти полустолбик с одним накидом и продолжение будет до конца ряда столбики без накида а вот и и а И Ещё раз посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ещё один столбик с одним накидом. Теперь полустолбик с одним накидом. И продолжаю столбики без накида до конца ряда. Вот такой у нас получился. Это у нас последний ряд столбиков с одним накидом. Можно даже сделать примерку. Посмотрим. Так как мы здесь убирали петли, две вместе и две вместе, вот этот ряд немножечко так вот у нас стянулся. И здесь тоже получается очень даже хорошо. Ну что ж, теперь сделаем последний ряд. Просто пройдём столбиками без накида. Это у нас последний ряд. Здесь не надо растягивать. Ну и не совсем, конечно, туго. Итак, наш топик законченный. Здесь хорошо стянуто. Так, теперь эти ниточки надо заправить иголочкой. Заправлю иголкой. И вот на застёжке я сделаю три вот таких крючочков. Вот с таким большим ушком я вела нитку и аккуратненько. В одну сторону и ещё раз повторю вот так вот. И точно так я сделаю со следующей стороной. Не затягивая и слегка провожу нить иголочкой и ещё в эту сторону. Чтобы она не высмыкивалась. Так, и на этой стороне буду пришивать. Вышивать крючочки вот такой желтой ниточкой. Тонкой-тонкой желтой ниточкой. Итак, наш топик законченный. Вот такой он имеет вид. Подправить петельки все. И сделать примерку. Тонкой-тонкой желтой ниточкой. Тонкой-тонкой желтой ниточкой. И так получился такой у нас топик. Я одела эта платьица с этим топиком. Вот теперь два топика у нас одинаковых. Тонкой-тонкой желтой ниточкой желтой ниточкой. Вот так, друзья. Вот такой топик получился для желтой ёпочки. И теперь получается как комплект. На этом я своё видео заканчиваю. Надеюсь, вам понравился этот топик. Он очень легко вяжется. Очень быстро вяжется. Ну, всего лишь где-то 35 минут у меня получилось. Надеюсь, что это нормально. Пишите комментарии. Ставьте лайки, если вам понравилось. И подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok